Всем привет! С вами Честер Фикс. Он сейчас ест все вкусные. Последний бой. Он сложный самый. Всем привет, ребята! С вами я, Тотти Хантер Ванда Фикс. И сегодня у меня будет последняя попытка, чтобы поймать Тотти карточку. Да, я одну поймал. Это долихт. Вполне себе играбельная карточка. Но хочется удвоить эту ачивку. Я думаю, что все наверняка помнят 100 паков, которые я нафармил для стрима. Для тех, кто не был, сейчас увидит короткую нарезочку того, что мне дропнулось на этом стриме. В общем-то, я ждал этого дня, чтобы повторить легендарное событие и снова поймать Роналду. Хуй тебе! У чувака Мбаппе упал. Смотрите, на аккаунте всего 1000 монет. Это пак спасибо под нос, вы прикиньте. Ну и, в общем-то, даже и показывать особо нечего. Я когда начал нарезать, чекнул, что мне практически ничего годного не упало. 100 паков. А если быть точнее, то около 200, если учитывая то, что я после стрима тоже открывал. И самый лучший игрок, который мне упал, это был Облако. Ну и Салах. Мало ли, вдруг мне повезет. Вдруг мне повезет. Волкаут есть. Но это... Это, блин, Салах. Ну, серьезно. Ну, типа, это хорошо, наверное, должно быть. Но, знаете, когда вы открываете столько паков, ну, вы как-то рассчитываете немножко на более. Поэтому этот стрим был провальный. В основном мне падало лютое говнище. Но, все же, раз этот видос вышел, я, надеюсь, и верю в историю с приятным хэппи-эндом. Я не учусь на своих ошибках, поэтому я снова буду сливать монеты. Кунченый дебил. Исьен, прости, но нам пора попрощаться. Краткая рецензия. Ну, ничего особенного я в этой карточке не увидел. Ну, типа, норм, бегает нормально. Не могу сказать, что он, условно, лучше того же Канте. Я, в свою очередь, конечно, продолжаю выбивать токены. Поэтому, может быть, я к нему еще вернусь. Если кому интересно, мой основной состав на данный момент выглядит вот таким вот образом. Конечно, я мог бы продать Марсиале, сделать какие-нибудь перестройки и купить Криштиану Роналду на ЛВ. О, кстати, у меня арендованная карточка из Роналду 99. Если хотите на нее обзор, накидайте сюда 15 тысяч лайков. Я сделаю это в ближайшее время. Ну и вот, я мог бы, конечно, купить себе Криштиану Роналду, но, естественно, я делать этого не буду. Поэтому 1 миллион 400 тысяч плюс 12 тысяч фифа-поинтов. Это будет последний шанс поймать Тоти. Ты волнуешься? А, чипу. Так, все, 60 тысяч шпаков, пироженку с тортиком откладываем. Так себе, начало, это Информ, это Мэдисон. Я уже выучил всех Информов текущей команды недели. Так, тут также Суарес есть. Молоков-то не подвет. Блядь, ебаный читас. Тут за всеми детьми не следить. Один подъедает людей, второй... Нет, это не синенькая, это даже не волкаут. У меня опять будешь ругать, да? Мне кажется, надо скипнуть. Возможно, мне только кажется. Да, мне только кажется, это Лопес. Так, смотрим. Очередной пак за 125 тысяч. Тут опять волкаут, а нет. Да что за паки говнистые, просто кошмар. Я спокоен, все нормально. Зачем мне два Суареса? Зачем мне два Суареса? У меня снова падает Сурик. 89 рейтинг, но, как понимаете, такой карточкой играть я, естественно, не буду. Я не понимаю, почему. У него плохой пейс. Плохой пейс. Переходим на монеты. Просто одна синяя карточка. Я даже согласен на Алисона, честно. Это одна клубник того, шука, которую я хочу поймать. Это опять не синяя, это опять нет волкаута. Меня бесит эта игра. Делай красиво. Опять нет волкаута. Какой пиздец, блядь. В паке по 125 тысяч. Ну, ты не виноват. Если это какая-то Садомаза игра, ты берешь меня, но мне срываешься. Я тебе ничего не говорю. Я срываюсь исключительно на игру, блядь. Я не понимаю, как в паках по 125 тысяч не может быть волкаутов. Опять нет волкаута. Это про... Бля, я проклят, серьезно. Давай, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Когда я тебе это говорю, шампат. Опять нет волкаута. Блядь, да это пиздец просто. Я хуй знаю, что мне поможет в данной ситуации. Бум, отлично. Кэмпбелл 75. Салах 90. Мне третий раз уже Салах падает. Я не знаю, чему от меня нужно. Ну, естественно, я недоволен, блядь. Давай, пожалуйста. Есть еще 700 тысяч. Блядь, опять не синий. Опять без волкаута. Так, все, я спокойно. Я спокойно. Я воспринимаю это как, ну, типа, ну, неизбежно. Это просто игра. Опять нет, опять нет волкаута. Блядь, опять нет волкаута. Это просто пизда какая-то. Я не верю, что это со мной происходит. Как, блядь, в ебаных паках по 125 тысяч в таком количестве не может быть волкаутов? Это какой шанс вообще, блядь? 82 максимальный. Я держим уже все. Я уже как сумасшедший, знаешь. Волкаут. Вау. Кто же это? Бразилия. Вау. Это же Тиаго Сильва. Ну, ты бы в песке подустил. Да, наверное, лучше бы я в песку играл. Лучше бы я был песером, наверное. Да, чем? Писер? Так говорят? Да, писер. Нет, ладно. Писер писером. Ай, бись, у меня еще ошибка связи. Какой хороший волкаут может быть у Франции? Доказать. Доказать 86. Пиздец, просто пиздец. Вот и улетел мой Эсьен, ребята. Ну, в общем-то, вот. Да. Не это ли пиздец, как говорится? Ну, типа, если не это пиздец, то что пиздец? Кто-то скажет, сам ты долбоеб, и вы будете правы. Вся моя жизнь это по коппеник, и в ней я панда и фикс. Ну, типа. Мне даже не надо никакие аналоги придумывать. Да нет. Да нет. Блядь, сука. У меня как-нибудь не до слез довести. Блядь. Блядь, неужели чудеса бывают? Нет, чудес не бывает. Люди, которые вот регулярно присылают мне вот подобные вещи в предложку ВКонтакте. Как вы это делаете? Объясните, пожалуйста. Ну, и под конец я впал в дикий тильт. Не хочу это вставлять даже. Я там говорил много всякой ерунды. Донатил по 4600. Думал, может быть, в мелких паках мне повезет. Но чудо, как в пони, не случилось. Я особо не люблю подобные видеоролики выкладывать. Они выходят крайне редко. Но затрат было столько, сколько в голове как бы не умещается даже. Я не могу даже приблизительно сочетать, сколько денег и паков было слито в последние дни. Спросите, стыдно ли мне? Да, есть немного. Но я подобным занимаюсь не часто, поэтому заранее прошу прощения. Если вдруг кто под конец бомбанет, сказав, ой, блядь, ты нихуя не поймал, ну ты, конечно, уебок. Но так или иначе, надеюсь, вы получили удовольствие. Я сам ролик пересмотрел. Показался мне как минимум забавным и поучительным. Тут как-никак, кстати, будет цитата одного великого философа. Лучший долихт в руках, чем криштяну в небе. Я алчный человек. Да, это мой смертельный грех. Но мне с ним идти по жизни, поэтому я прошу вас не осуждать меня. Я не смог во время остановиться, но для многих этот видос станет поучительным. Возможно, кто-то посмотрит мой видос и сделает для себя какие-то выводы. Я, наверное, уже заебал вас своей фейковой философией, поэтому я уже буду сворачиваться. Да, я проиграл битву, но не проиграл войну. У меня есть еще ровно два дня, 1700 игроков в клубе, чтобы нафармить всяких СБЧ-пакетиков, ну и ворваться уже точно на последнюю битву. Если вам интересна эта движуха, напишите об этом в комментариях, я выложу свой финальный дроп уже в ближайшее время.